Продолжаем. Друзья, в Мариуполе погибло минимум трое российских саперов во время разминирования города. Взрывы прозвучали рано утром и около полудня. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Российские оккупационные войска свои потери пока что скрывают. Кроме этого, накануне в город приехала тульская гуманитарка. Людям, среди прочего, привезли лопаты и заплесневелый хлеб. Больше о том, как сейчас живет временно оккупированный город, расскажет советник городского головы Петр Андрющенко. Он с нами на прямой связи. Приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем с общего. Об ситуации в городе в целом. Что происходит сейчас по состоянию на текущую минуту? Ну, по состоянию на текущую минуту в городе отключено водопостачание полностью. То есть на сегодняшний день, со вчерашнего вечера, город полностью отключен от воды. И даже в тех небольших регионах, где она все-таки была, в кранах, теперь ее нет. В городе плюс 35 температура растет. Поэтому в городе проблема с водой остается проблемой номер один, которая, к сожалению, усугубляется. В городе происходит снос домов. На этой неделе первый дом снесен, как всегда с приключениями. Во-первых, люди так и не смогли забрать особо оттуда свои личные вещи и непонятно, куда их девать. А во-вторых, обломки дома вывозят законсервированный до этого полигон мусорный, который был законсервирован из-за того, что его вес такой, что он грозил обвалить главный канализационный коллектор в городе, поэтому его законсервировали. Вот сейчас его начинают донагружать. И если произойдет обвал коллектора, а мы практически в этом не сомневаемся, понимая, как работают оккупанты, то это значит, что вся канализация, которая и так в сложном работочем состоянии, теперь она окажется вся на улицах города. Приезжают периодически, идет ротация МЧСников. Сейчас приехали тульские МЧСники. МЧСники, вы видели, да, гуманитарку, которую они привезли, заплесневелый хлеб, лопата, какие-то стройматериалы, непонятно, где гуманитарка, где керосин или растворитель, да, это разные немножко вещи. Но, тем не менее, уж какая есть, что называется, ну, собственно, это целиком вкладывается в план, количество гуманитарной помощи сокращается, частота ее выдачи сокращается, вводится постепенно, все-таки не так резко, как и обещали, но, тем не менее, проводится сепарирование такой людей по категориям, потому что вот-вот-вот, и будет она доступна исключительно тем, кто не может идти и работать, по сути. Ну, это так, если в двух словах, в целом, ситуация в городе. Петр, а сносить дома, чтобы что? Дальше вот с этой территорией, с этими стройматериалами, с этой площадью что? Чтобы сносить. Ну, если мы говорим о реалиях, да, то зачем? Ну, чтобы снести. Никакой цели дальше там за этим не идет. Единственная стройка, которая существует в городе, которую они анонсировали 250 тысяч раз, она аж на тысячу квартир, и ими же самими заявлено на 2,5 тысячи людей. Первый дом, который уже снесли, это четырехподъездный девятиэтажный дом. Да, ну, дальше математику можно продолжать. То есть, по сути, у людей продолжают забирать жилье даже в том состоянии, в котором оно худо-бедно существует. И, собственно, все. Никакого нового жилья или заменного жилья не предоставляется. Как всегда в Новоязи, окупантском, русском, появилось такое понятие, как маневренное жилье. Что под этим кроется, непонятно. А пока мы видим процесс заселения в чужие квартиры, которые как-то уцелели в результате бомбардировок. Вот туда вселяют людей, анонсируют, что со временем, поскольку жители, собственники квартир не появляются на территории Мариуполя, то квартиры будут национализированы, и людям выдадут ордера. То есть такая программа минимум. Но на самом деле самый большой вопрос, который стоит впереди, и, собственно, тут лето заканчивается быстро, как обычно, да, и наступает зима, и отопительный сезон, и невозможность отапливать квартиры, что будет дальше, но нет ответа на этот вопрос. Мы слышали такие дикие истории, что россияне воруют и днем, и ночью, там, значит, уцелевшие автомобили, да, что там еду даже воруют. Слушайте, в любую, поверьте, любую дикую историю, которую вы можете придумать, она в Мариуполе уже случилась. Потому что действительно это уже, я не знаю, то есть сюрреализм, гротеск в одном флаконе, это действительно так. Они не просто воруют машины, да. Машины разбирают на самом деле до обшивки. Снимают обшивку с машин, оставляя корпуса. Воруют колеса, машину угоняются, за деньги, в принципе, ты можешь ее выкупить назад, и тебе ее, в общем-то, пригонят на самом деле. Поэтому, ну, нам ситуация страшная. То, что касается мародерства, то, что касается воровства, воруются, разворовано уже все. Сейчас идет очередная волна, доворовывают, то, что не доворовали. Отдельно, с отдельным пристрастием, отдельные группы ходят по спискам, по домам, где жили, жили коммунальщики, чиновники, где жили полицейские, военнослужащие, активисты. И отдельно из этих квартир выметается вообще все до последнего. То есть, такая принципиальная, знаете, месть проукраинской части Мариуполя, официально проукраинской части Мариуполя, скажем так. То есть, ну, то, что происходит в Мариуполе, то, что вытворяют оккупанты, да, это абсолютная дичь, которая не заканчивается, к сожалению. Петр, а также какое-то время назад, какие-то пару недель, наверное, вот мы и с вами в том числе обсуждали, значит, постройку какого-то защитного сооружения, то есть оккупанты готовятся то ли к атакам вооруженных сил Украины, то ли, ну, я не знаю, какая там цель, скажем, конечная, да, но вот какой-то, значит, котлован, который заливался бетоном или бетонными плитами закладывался. По поводу этой конструкции, что они известны? Потому что время прошло пару недель, и я допускаю, что... Ну, гонят, гонят. Это действительно гонят жилой сектор, тот, который мне сказал, да, на тысячу квартир, там просто в другом, потому что рядом же они недалеко, гонят блиндажи и закапывают технику. Поэтому там все по плану, живой щит по плану. Более того, в центре города установили ежи там противотанковые, снова недалеко от драмтеатра, непонятно зачем. Там тоже что-то роют, какие-то фортификации размещают, ставят палатки там, размещают своих инженеров, говорят и так далее. То есть какие-то происходят процессы, но по сути можно сказать следующее, что наметки на жилой сектор, который они как бы строят, они почему-то странным образом находятся со стороны потенциальной атаки в случае наступления из Запорожья. А свой персонал они размещают глубоко в центре города, туда в районе драмтеатра и дальше. То есть там, где в теории атаки будут в последнюю очередь. Более того, мы тут запустили определенный бот, нам пишут люди сейчас о том, что дополнительно происходит в городе, соблюдая режим анонимности. Так вот, боекомплекты сейчас тоже прячут в жилом секторе, просто размещают в частных домах, двухэтажных, размещают в цокольных и в подвальных помещениях, выгружают. Там, где живут люди, то есть они не просто в своей позиции сейчас, понимая о том, что происходит с уничтожением нашей армии складов с боеприпасами, они боеприпасы теперь под людей прячут на всякий случай. Поэтому там с этим цинизмом у них, вот единственное, пожалуйста, с чем все хорошо, это с цинизмом. Вот его хоть отбавляй. Со всем остальным, но есть проблема. Вы знаете, я сейчас просто воспользуюсь возможностью и проанонсирую в контексте анонса. Мы сегодня предметно будем обсуждать тему фильтрационных лагерей. И мы знаем о том, что вы в том числе говорили, что и много мариупольцев, где-то в окрестностях, мне кажется, я могу ошибаться, но, по крайней мере, недалеко от города тоже существуют вот эти лагеря фильтрационные, в которых просто страдают люди. Для того, чтобы было от чего актуального отталкиваться в разговоре со нашим будущим спикером, скажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас? Известно ли, кто там, что с этими людьми, куда их дальше потом направлять? То есть, какова судьба этих людей? Ну, давайте так. Во-первых, про фильтрацию, о чем было поговорить. Село, безымянное село Казацкое, Новоазовский район. Там находится фактически фильтрационная колония, где до сих пор содержат порядка двух тысяч мужчин. В частности, там, вунд волонтеровки недавно в Мариуполе, да, в том числе с этим связанным. Людей там до сих пор удерживают. Ну, это такая колония поселений. Там вагоняют на работу местами, не бьют, слава богу, пыткам не подвергают, просто удерживают. Вот, просто непонятно зачем. То, что касается непосредственно фильтрационных лагерей, то, что было там сегодня, в том числе, в Нью-Йорк Таймсе, они там все в одной куче. Мы, к сожалению, уже очень хорошо разбираемся в этом случае. Но, на сегодняшний день я могу сказать, что порядка десяти тысяч мариупольцев, гражданских мариупольцев, без учета людей, без учета военнослужащих украинской армии, которые были эвакуированы из-за стали. Так вот, просто гражданских содержится в фильтрационных тюрьмах или то, что называют еще фильтрационными лагерями по старой памяти. Содержится порядка десяти тысяч человек. Две колонии находятся, две тюрьмы находятся в районе поселка Еленовка, это недалеко от Донецка. Одна из них, одна еще также находится, это СИЗО города Донецка, и одна находится в Макеевке, в новой макеевской колонии. Вот там в совокупности содержатся десять тысяч мариупольцев, разная степень режима. Самая жесткая тюрьма находится в Еленовке, бывшая, она называется Янакиевская. Там это просто настоящая такая смесь, я не знаю, Дахау и Гуантанамо, там только не хватает на самом деле только газовой камеры. Это нам просто ужасно. Мужчины содержатся вместе с женщинами в камерах, теперь уже вместе с ними же содержатся просто уголовные заключенные, там разбавлено, в общем-то, все вместе, всех вместе содержат. То есть, ну, можете представить себе, знаешь, что дальше там пытки, там избиение, там отсутствие прогулок, там кормежка один раз в день баландойки на кипятке, в лучшем случае. Там нехватка воды, там людей в камерах столько, что они лежать не могут ночью, чтобы лечь поспать, да, ночью, днем, неважно как. Вот это реальные фильтрационные тюрем, которые устроены Россией на территории так называемой Донецкой Народной Республики. Это то, что происходит прямо сейчас. Вам большое спасибо за то, что вышли к нам на связь. Спасибо огромное, что прокомментировали все то, что мы вам предложили к обсуждению. Петр Андрюченко был вместе с нами на прямой связи. Спасибо.